ну что ж вернемся в игру сейчас достанем сундук романова так как получили от него ключ на нет он отсюда и попадайте мне больше на глаза он же на самом верхнем этаже а Субтитры сделал DimaTorzok А, ну конечно, вот. Есть лестница. Помню, что она вроде бы где-то была. Но можно и так забраться, так даже менее заметно. И вроде бы я здесь даже не был еще. Ну да. Создать иллюзию. Вот, сундук Романова. Шкаф. Кто же может научить меня вскрывать замки? Вот, ларец Романова. Необычно тяжелый для своего размера. Так, ну мы узнали, что... Романов хорошо относится к Дону. То есть, если передать этот ларец Романову, то... Тебе сказали убираться. Валил бы ты отсюда. Это увеличит нашу репутацию за... Дона. Поэтому я буду отдавать золото... Инквизиторам. Плохая идея. Я нашел эту шкатулку. На ней есть имя Романова. Ха! Ты знаешь, что ты мне только что дал? В этой шкатулке золото, которое Дон заплатил Романову. Да ладно. Никогда бы не догадался. Ты проделал отличную работу. Комендант Карлос будет очень доволен. Вот. Твоя награда. Спасибо. Не густо. Но лучше, чем ничего. В принципе, я вот прямо сейчас могу отдать... Эти пластины и уже... Пройду необходимое количество заданий за Орден. Вот они. Пять доспехов. Лукор пытался добраться до них. Но ему не повезло. Отличная работа! Хорошо бы только в тебе было чуть больше веры... И чуть меньше мысли о собственной выгоде. Возможно, ты тот человек, который сможет убедить Лукора покинуть город. Как насчет вознаграждения? Я знал, что ты об этом спросишь. Так, свиток шутки. Бесполезная для нас. Тем более, что у нас есть уже один. Пять лечебных зелий. Да у меня их много. Пять зелий маны неплохо, конечно, но... Хм, причем даже очень неплохо. Либо все-таки 200 золотых монет. Все же зелье я могу наварить, а золото мне сейчас... Может понадобится. Тем более, надо компенсировать. Как раз затраченные 200 монет. Я предпочитаю золото. Отлично! Я поговорю с Лукором. Хорошо. Не сомневаюсь, что ты сможешь показать ему... Считай, что уже сделано. Что тебе нужно? Ты получил, что... Я отдал доспехи Караска. Значит, ты на Инквизицию работаешь все-таки, так? Зачем ты сюда пришел? Хочешь меня прикончить для своего нового дружка? Я думаю, всем будет лучше. Если ты просто... А если нет? Так, ладно. По лицу твоему вижу, что дальше будет. Ладно, так и быть. Вы решили присоединиться к Инквизиции? Выбор сделан. Обратного пути уже нет. Лукор покидает город. Хорошая работа. Я сообщу об этом коменданту Ка... Как насчет вознаграждения? Я знал, что ты об этом... Хм, продолжаем. На этот раз... Я возьму зелье маны. Мне больше по душе зелье маны. Вот. Отлично. К Романову пока не буду подходить, чтобы... Не портить совсем уж с ним отношения. Ты из команды Романова? И что с того? Видишь моряка и подозреваешь в нем пирата. Не все моряки пираты. Ну что, теперь я могу купить кольцо. Хорошо. Я куплю твое кольцо. Вот поверь, ты об этой сделке не пожалеешь. Только не попадись с этим Карлосу и его людям. Ну? Так ты купишь рыбную лову? Ну да, поутру буду рыбу ловить, днем ее продавать. Филуса эти новости обрадуют. Со мной у них это не пройдет. Кольцо Нико. Плюс три силы. Очень хорошо. У меня уже 15 силы. Ты... На... Мне сказали, он пиратом был, так? Ну, если так люди говорят, то уж наверняка это правда. Только не говори мне, что ты не знала. Знаю ли я, что мой отец, капитан Григориус Эммануил Стальная Борода, величайший пират из всех, кто когда-либо бородил? Я точно знаю, что он ублюдок. А остальное я узнала из слухов так же. Ты собиралась мне это сказать когда-нибудь? Я попросила тебя добыть информацию, но я не говорила, что сама ее тебе дам. Ладно, ладно. Я все понял. Найди моего отца, а его зовут Григориус. И выясняется, Григориус Эммануил Стальная Борода. Капитан Романов сидит в камере, на набережной в порту. А, значит люди правду говорят. У этого пройдохи действительно терки с орденом. Он тебе ничего не сказал? Романов говорит, он понятия не имеет, где твой отец. Это он так говорит. Он бы так сказал, даже если бы обезглавил и кастрировал отца, а потом в бочке бы его засолил. Василий говорит, у твоего отца есть хибара, где-то в городе. Хибара? Какой же у меня папочка. Мог бы во дворце жить, а выбрал хибару с крысами и шлюхами. Можешь выяснить, где она? Только так, чтобы никто об этом не узнал. Возможно, там мы узнаем, где отец сейчас. Если мы вообще эту хибару найдем. Василий не думает, что твой отец где-то на острове. Ну, сколько я его знаю, ничего путного от него не услышит. Романов не особенно хорошо отзывался о твоем отце. Отец пытался его переехать, а вместо этого задавил любимую шлюшку Романова. Эти двое никогда особой изысканностью не от... Не могу сказать, что мне нравится, что он в городе. Он бы с радостью меня прикончил. И если ты думаешь, что он мог бы отдать меня на растерзание своим парням... Учти, то же самое он может проделать и с тобой. Лишний повод поскорее отсюда убраться. Эй, ты! Двигай поживее к караулке. Комендант хочет с тобой поговорить. Я нашел наводчика. И он работал по приказу Сида, правильно? Да. Это был Дойл, один из рабочих. Он до смерти напуган и не хочет в монастырь. Дойл готов предоставить улики Инквизиции. Серьезно? Как хорошо, что даже в такие времена бывают приятные... Я не оставил ему выбора. Тебе нужно пообщаться с Сидом о том, что нам известно. Мы можем положить этому всему конец. Ты был в команде капитана Романова. Разнюхиваешь, как шпион. Теперь вопросы задаешь? Кем бы ты ни был, я сниму скальп прямо с твоей тупой башки. Ты знаешь, где капитан Стальная Борода? Ты не понимаешь, во что ввязался. Будешь продолжать в том же духе? Ты покойник. Ты расскажешь мне, где находится Стальная Борода? В трущобах. Это в трущобах. В одной из тех лачуг, что возле гостиницы Косты. Теперь все. Я сказал, достаточно. И тот ключ, что у тебя подходит к двери? Я сказал, слишком много. Итак, хижина в трущобах. Ты знаешь, капитан, Стальную Бороду? Да. Но лучше бы я его не знала. Мне не стоило связываться с ним. Он обещал, что увезет меня от всего этого. Обещал мне луну и звезды с неба. Некоторые мужчины готовы сказать что угодно. И что я имею в итоге? Так что не произноси при мне этого имени. Мне нужна ин... Я вся... Какова на данный момент ситуация в городе? Сейчас люди из Тебана притихли и затаились. Возможно, они что-то замышляют. Я полагаю, это означает, что Инквизиция тут плотно закрепилась. Приятно слышать. Тем более, что... Не последняя роль здесь... Сыгранная мной. Посмотрим. Да-да, это очень неплохо. Заключим сделку? Сделка заключена. Я забираю шкуры, ты мясо. Поставка мяса получена. Сид пока что здесь, но это ненадолго. Я нашёл покупателя. Ника купит твою лавку. Что? Он с ума сошёл? Ну ладно, мне же легче. Спасибо тебе, что... Вот эту ракушку я нашёл в ящике с рыбой. И что ты теперь будешь делать без рыбы? Я пойду к Петти. По пути захвачу денежки Нико, а потом напьюсь. Ох, как же я напьюсь! Я не слушаю. А где мне достать шкуры? У меня ничего нет. И достать тоже нет. Некоторые жители украшают свои дома разными шкурами. Это на всякий случай. Так это ж будет воровство. Ну, я пока ни волков, ни кабанов в городе не встречал. А если ты с собой шкур не принёс, можешь только пойти поспрашивать у торговцев. А, ну и на бойне что-то могло остаться. Ну, шкуры уже все у меня. Точнее, у меня уже мясо даже за эти шкуры. Мне... Щипцы для зубов. Я раздобыл мясо. Молодец. Отнесёшь его мастеру Белш... Я принёс немного мяса для нуждающихся. Правда? Флавио сказал, что ты можешь его использовать. Ещё бы. Здесь столько беженцев, изгнанных из родных мест со... У нас здесь есть даже беженцы с других островов. Ты можешь приютить фермеров у себя на складе? Да, что же. Думаю, у меня хватит места для одного человека. Мясо есть у мастера Белшвура. Он его раздаёт. Прекрасно. Вот, возьмите снадобье. Жизнь здесь бывает опасна. А, и ещё одно. Если тебе нужно отдохнуть, в моём складе всегда найдёт... Выпьем? Конечно. Отлично. Я беру её. Вот. Приятно иметь... Осторожно. Не показывай её первому встречному. Инквизиция и парни Доны были бы рады наложить на неё лапы. Но я не уверен, что они не шарахнут меня по голове после того, как заполучат её. Меня послал Ольф. Вы должны пересечься. Замечательно. Так с ним всё в порядке? Спасибо за сообщение. Увидимся. Медленно, но верно всё движется. Какая у тебя тут рыба есть? Акулии плавники, селёдка. Сырая комбала. Так, вот эта хижина была единственная запертая в трущобах. Да. Именно от неё и подходит ключ стальной бороды. Выглядит ничего. Выглядит неплохо. Старый документ. Отмычка, ром, зубы. Конечно, главный интерес представляет вот этот вот старый документ. Примечание. Ранняя пташка ловит червячка в направлении на северо-северо-восток. Старая могила узнает ГСБ. Ну, это какие-то пиратские... Пиратские игры, скажем так. Хорошая новость. Твоя жена может остаться на складе, что в конце трущоб. Там ей будет лучше, чем здесь. Мы у тебя в долгу. Всё-таки здесь есть ещё. Моя жена немедленно отправится туда. Как ты знаешь, у нас с деньгами не очень. Она бы хотела, чтобы я дал тебе что-нибудь в знак благо... Можно было за деньги у Косты устроить Марту, но... За то, что я принёс мясо нуждающимся, вот... Разместили на складе эту Марту. Дай девушке поспать, а? Спасибо тебе, незнакомец. А какой это ты тьме? Тьма, что придёт и пожрёт мир. Может быть, лучше умереть прямо сейчас. Вот, возьми. Может, это тебя... Рецепт приготовления. Мясное рагу. Впрочем, у меня уже был один этот рецепт. Ну что ж, сейчас самое время разделаться с пулером. Неплохо пахнет. Мне не помешала бы тренировка. Иди-ка сюда. Что? Ты дарат? Ага. Поехали. Ну, а почему бы и нет? Давай покончим с этим. Вот это мощь! Давай покажи, что я не зря старался. Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Ещё! 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 Да! Давай! 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 Ещё! Ещё! О, чёрт, только не это. Проклятый. Проклятие. Там, куда ты ушёл, золото не нужно. О, да, вот это мощь. Да, как видите, неплохой способ обнаружился. Просто встретиться под блоком. Болезная работа. Больно было, наверное. Так вот, идти в сторону под блоком, потом ждать момент, когда он откроет свой бок и наносить удары. Но, как видите, в первый раз мне немного не повезло. Мягко сказано, немного. Но, как бы там ни было, вот, со второй попытки всё получилось. Слушай, приятель, сделай одолжение. Косте, только не рассказывай, как ты дерёшься. Я так без работы вмиг останусь. Мне ни к чему ему рассказывать. Или у нас снова проблема? Нет, может быть, я работаю охранник. Но это не значит, что у меня нет мозгов. Не заплатишь? Не заплатишь? Так что никаких платежей. Так что никаких платежей. И это моё последнее слово. Держит нос по ветру, значит. Теперь уже якобы орден держит город. Не буду платить. Отлично. Тогда я возьму золото. Ну, это мы ещё посмотрим. Фуллер! Я уже с ним договорился. Фуллер, бесполезный мешок с костями. Хочешь иметь дело со мной? Тебе надо, так подойди и возьми. Надеюсь, к этому ты готов. Я хочу видеть это. Давай, давай. Давай, давай. Ещё. Вольно было, наверное. Хороший стиль. Вот, большой кошелёк. Ну, как я и говорил, никаких проблем. То есть даже ни одного удара не пропустил. Ты этого не стоишь. Да ты всего-навсего мерзкий головорез. Пришёл позлорадствовать, да? Красть золото у честного торговца. Я тебя предупреждал. Всем нам приходится как-то зарабатывать на хлеб. Несомненно. Ну, что было, то прошло, так? Что ж, если это значит, что ты будешь тратить у меня свои деньги, тогда я к твоим услугам. Да, вот она, подлая продажная натура. Вот деньги косты. Отличная работа. Я проконтролирую, чтобы это золото вернулось куда ему следует. Ну, как будем действовать? Дальгадо нужно сообщить, что его дело с Костой завершено. Это создаст ему дополнительные проблемы. Хочешь, чтобы я сказал? Да, и передай, что золото у ордена. Если ему не нужны неприятности, он навсегда покинет ха... Почему он должен уйти? Инквизитор знает, чем он занят. Этого должно хватить, чтобы он сбежал. Люди Дона всегда предпочитают сбежать. Кроме того, ему придётся объяснять Дону, куда делись его доходы. Беднягу Дальгадо со всех сторон обложили. Так, это уже, судя по всему, пятое задание за орден. Потом избавься от Сида шестое. И передать золотые чаши, которые я у тройняшек купил. Седьмое. Значит, да. Семь заданий всего существуют. Которые могут определить дальнейшую нашу судьбу. У Коста нет золота, чтобы рассчитаться. Оно всё у ордена. Ты отдал золото ордену? Тебе лучше подумать о том, чтобы обзавестись телохранителем. Что ты сейчас планируешь делать? Мне надо идти разбираться со всем этим. И можешь валить обратно, в ту дыру, откуда ты выполз. Он сбежит. Я просто уверен. Отлично. Приятно, что ты выбрал правильную сторону. Ну, это казалось логичным. Хорошо. Я передам Карлосу, что ты мне помог. Вот твоя награда. Сида я бы тоже прогнал прямо сейчас. Но тогда со мной не будет разговаривать его подружка. Мне нужно ещё жемчуг найти и ей отдать взамен на кольцо Нельсона. Поэтому пока что я его приберегу. Ну-ка, кто тут у нас такой болтливый? У тебя нет никаких неотложных дел? Насчёт твоего... Эту бумагу я нашёл в одной из хибар в трущобах. Вот это очень полезная бумага. Именно это я и искала. Теперь я могу наконец-то покинуть это проклятое место. Ты заслужил награду. Вот тебе 200 монет. И давай без вопросов, ладно? Деньги можешь оставить себе. Ответь просто на несколько вопросов. Как правило, люди забывают обо всём на свете при одном только виде золота. А что ты хочешь знать? Что с капитаном Романовым? Думаешь, с ним будут проблемы? Да мне на него наплевать уже. Я получила, что хотела. Хотя бы частично. Что такого важного в старом клочке бумаги? Наверняка ты уже сам догадался, что он связан с моим отцом. А мой отец — это моё дело. Ты всё ещё думаешь, что твой отец на этом острове? Он здесь был. А вот здесь ли он до сих пор? Жив ли он? Это... Но я его найду. А что случится с таверной, пока тебя не будет? Таверна для меня была всего лишь укрытием. Когда придёт время уйти отсюда, я кому-нибудь её продам. А что насчёт хибары твоего отца? Мне она ни к чему. Если хочешь, можешь её использовать. Ключ у тебя есть, в конце концов. Спасибо. Думаю, мне это место пригодится. Отцу оно явно пригодилось. Если оставишь его себе, воспользуйся моим советом и сожги всё постельное бельё. Я заберу хибару. Всегда хотел домик с видом на море. Думаю, вопросов пока хватит. Пока да. Возможно... Возможно, поговорим позже. Хм. А ты уникальный человек. И уж поверь, я много где побывала, так что... Так, теперь всё, что нужно, это найти способ выбраться из этого проклятого города. Так, а кто же хочет у нас... Караска хочет получить. Так, а Караска у нас... А, вот же он опять. То есть я ему уже и пластины отдал, и теперь чаши. Ну что ж, прекрасно тогда. Это будет шестое задание. Из семи. И седьмое останется только сит. Вот. Я нашёл три золотых чаши. Потрясающе! Ловкая работа. Умудриться добраться до них раньше, чем толпа подручных Эстебана. Я доложу коменданту Карлосу о твоём успехе. Благодаря тебе мне не пришлось использовать свои кулаки. Теперь всё позади. Как насчёт вознаграждения? Я знал, что ты об этом спросишь. Что ж, у тебя есть выбор. Свиток шутки. Пять средних лечебных зелий. Хм. Ну здоровье мне есть чем пополнять. У меня много обычных зелий. А вот свиток шутки может пригодиться. Более специфическая вещь, более редкая. Я возьму этот свиток. Хорошо, но не вздумай шутить с ним. Иди и поговори с кем-нибудь другим. Так и сделаем. Поговорим с... Капитаном Романовым. Не думаю, что нам есть о чём говорить. Верно? Он, конечно, прогонит меня. С какими-нибудь угрозами и прочим. Ты где шлялся? Где моя шкатулка? Не смог найти, без понятия. Не будем врать. Я отдал её инквизиции. Что ты сделал? Бесполезный мешок с дерьмом. Ты думаешь, ты самый умный? Да ты сам себя подставил. Подставил самого себя. Поверь мне, это не тот путь, который можно пройти дважды. Я нашёл старый клочок бумаги в лачуге стальной бороды. Правда? Дай посмотреть. Я его Петти отдал. И вместо того, чтобы сразу побежать ко мне, ты решил меня подразнить, да? Что было на бумаге? Что она сказала? Сказала, что именно это ей и было нужно. Так, если она теперь сделает ноги из города, это не так и плохо. Но на будущее, сперва приходи ко мне. У меня больше нечего тебе сказать. Вот и поговорили. Расскажи кому-нибудь другу. Ты чего-нибудь хотел? Ну что ж, пока сделаем паузу. Очень неплохо продвинулись по сюжету. Остался лишь один человек Дона. Я подумаю ещё, что с ним делать. Ну а пока прерываемся, увидимся. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok